В конце ноября компания QNAP расширила линейку сетевых хранилищ двумя новыми моделями с простыми и короткими названиями D2 Pro и D4 Pro. Буква D – Desktop, как и раньше, означает настольное исполнение корпуса. Цифра показывает количество дисковых отсеков – два или четыре. А новая приставка Pro подразумевает продвинутый уровень моделей NAS. Судите сами. В новинках использован двухъядерный процессор Intel Celeron N3060 с максимальной частотой 2,48 ГГц. Оперативная память DDR3 объемом до 8 ГБ в базовой комплектации 1 ГБ. Порт HDMI для подключения экрана. Максимальное разрешение 3840х2160 пикселей с частотой 30 Гц. Два гигабитных Ethernet порта с возможностью объединения. Два аудиоразъема MiniJack 3,5 мм для подключения микрофона и устройства вывода. Помимо трех портов USB 3.0 для накопителей периферии, спереди имеется четвертый порт – USB 3.0 Quick Access для прямого соединения с компьютером Windows или Mac, что пригодится для первоначальной настройки и быстрого обмена файлами. Есть и картридер для удобного сброса фотографий с SD-карт. Максимальный объем устанавливаемых жестких дисков из списка совместимости – 12 ТБ. Сетевые хранилища QNAP D2 Pro и D4 Pro адресованы требовательным домашним пользователям и IT-энтузиастам, частным профессионалам, интенсивно работающим с мультимедией и графикой, а также небольшим офисам и рабочим группам. Встроенная операционная система QTS поддерживает такие продвинутые функции, как Linux Station для установки и работы с OS Ubuntu, встроенный гипервизор для запуска виртуальных машин Windows, Linux и Unix, а также приложение Container Station для облегченной виртуализации по технологиям LXC и Docker. Веб-интерфейс QTS можно открывать из любого браузера – с компьютера, ноутбука, планшета. Три рабочих стола позволяют вынести ярлыки наиболее востребованных приложений и в один клик запустить нужное. Менеджер хранения выводит полную информацию о стоящих в накопителе дисках. Можно настроить как использование каждого диска по отдельности, так и в составе зеркального массива RAID 1 в D2 Pro или отказоустойчивых RAID 5, 6 и 10 в D4 Pro или комбинации RAID 1 и 2 отдельных диска. Для резервного копирования здесь предусмотрено множество приложений. Можно настроить автоматическое резервное копирование внутри между дисками, бэкап образов и синхронизации файлов для компьютеров Windows и Mac на NAS, обмен данными с мобильными гаджетами, дублирование с NAS в облака и из облаков в NAS, репликацию между двумя NAS QNAP, а также при участии сторонних серверов, например, по протоколу R-Sync и FTP. В магазине приложений AppCenter доступно свыше 100 готовых дополнительных программ. Можно выбрать нужную категорию приложений, изучить краткую информацию о приложении и установить его в одно нажатие. Тут же имеется возможность быстрого обновления или же удаления ненужных приложений. Красивый виджет «Монитор состояния» показывает в реальном времени все параметры устройства, в том числе текущую загрузку процессора и памяти, свободное место на дисках, выполняемые задачи и прочую полезную информацию. Приложение FileStation позволяет не только видеть структуру папок и просматривать файлы, но и сразу же просматривать их содержимое. Здесь же можно делать любые операции с файлами, предоставлять к ним доступ, переименовывать, копировать, перемещать, открывать в установленных приложениях, сжимать в Zip, удалять, посылать по электронной почте, добавлять в ленту социальную сеть. Для фотографий есть режим показа слайд-шоу. Станция загрузки для торрентов DonLadStation 5 не уступает возможностям привычным десктопным клиентам. HDMI-выход позволяет подключить большой экран с разрешением вплоть до Ultra HD и запускать на нем как операционную систему QTS или Linux Station, так и специализированные приложения. Например, медиапроигрыватель, клиент Plex, интернет-браузеры Chrome и Firefox, плагины Facebook, Skype и YouTube. Управлять можно как обычной USB-клавиатурой и мышью, так и идущим в комплекте беспроводным пультом ДУ. Кроме того, можно воспользоваться мобильным приложением Core Remote на смартфоне или планшете. Понятный крупный интерфейс позволяет легко и быстро управлять воспроизведением фотографий, музыки, фильмов. Помимо прямого вывода через HDMI, можно осуществлять потоковую трансляцию мультимедиа в сеть по протоколам Samba, DLNA, Plex, AirPlay и Chromecast. На смартфоне или планшете под управлением iOS или Android можно установить приложение Q-File, которое позволяет подключаться к сетевому хранилищу и управлять директориями и файлами, как в аналогичном менеджере веб-интерфейса FileStation. Фотографии и видеоролики можно тут же просматривать с мобильного устройства на лету, без необходимости скачивать файлы. Новинки уже поступили в продажу. Розничная цена D2 Pro 24 500 рублей. У четырехдисковой модели D4 Pro с аналогичной начинкой 34 000 рублей. Субтитры подогнал «Симон»